Сегодня у нас какой-то день отдыха пляжный. Стало очень жарко, а мы пойдем на домовер. Будем сохнуть и переживать жару, потом на бэд кушать, потом взять номер и купаться. День четвертый, у нас получается закончились экскурсии, у нас было всего два дня экскурсии. Теперь мы можем отдохнуть, а то мы что-то устали. Вот такой вот парадокс. На отдых приезжают люди, да, находят на экскурсии и устают. И потом он нужен отдых от отдыха. А еще здесь нет пешеходных. Я вам покажу так вот сзади лошадь. А еще кабеля летит. Выспался? После обеда решил поспать, да? Мама на фотосессии. Да. Ой, полетела. Полетела, полетела. Полетела, полетела. Полетела, полетела, полетела. Катаемся на карете на лошади. Лошадка в руке. Извините, извините, а у вас дворянская кровь, да? Рабоче-крестьянская. На карете они едут, посмотрите. Джек Воробей за ним. Прошел, Джек Воробей. Представляете? Бей кокос. Вкуснятина. Не то чтобы по вкусу, вкусно. Вкусно? Кокосик. Ой, а сломалась. Берись надо. Итак, мы идем на ужин. Потом на закат. Выгревшие брови. Все, пойдемте. Кушать идем. Мы живем в четвертом корпусе отеля. Это территория такая большая. По-моему, у нас три бассейна в отеле. Я ни разу нигде не купался, я там купался. Деревья везде растут, дорожки вот эти и так далее. Все очень красиво. Единственный минус вот так вот. Еда оставляет желать лучшим. Сегодня мы записались в ресторан. Его очень трудно получить, но мы получили. И идем туда кушать. Посмотрим, чем нас будут почивать. Здороваюсь с местными жителями. Как нужно здороваться? Мне Ола-Ола. Я сначала не понимала, что такое Ола-Ола. Меня же зовут Оля. Все знают ваше имя. Да. А я сейчас в догонку сказала. Ола, привет. С бутылкой воды не расстаетесь, да? Нет. Я с ней срослась. Завтра нам выезжает в 12 часов. И сзади мы будем... О, какая огромная ящница. Там уже образовалась очередь, но нам нужна. Секретная масочка, чтобы пройти глубоко. Главное, чтобы я ее не забыл. Конечно, вы нас проверяли. Да, пройду. Так, такой вот здесь ресторанчик. Серфер. Я вот туда. Надо было каждый день записываться сюда. А ты куда будешь стоить? Давай туда. Эй! Далют, мы так поздно узнали. Не, мы знали просто. Мы не думали, что так тяжело получить. Что будете брать? Что будет, что будет, все. Надо все попробовать. Что-то там... Что-то на Болгартом. Что-то на Болгартом. Тихо, я меню покажу. Куриный салат. Направо поверю. Все стихи. Я готов заказать, просто, чтобы побыстрее все это было. Я думаю, ты возьмешь все, да? Нет, но здесь главное блюдо надо выбрать. Давайте возьмем каждое по... Тут три блюда. Я рыбное филе. Его вот такой, я хотел рыбное филе. Нет, но я могу взять углайский стек, а ты жареную курицу. Ну, просто попробуем, они типа разные. Рыбное филе с триурским соусом. Потому что я люблю рыбу и все, что с ней связано. Говорю про... Рыбный салат получается. А, ну, возможно. Мне принесли супчик. Какое-то замудренное название у него. Тут просто курица и гороховый супчик. Вкусно. Что принесли? Все принялись с посолью. Рыба. Рыба, стручковая фастоп. И еще что-то рыженькое. Не знаю, что ли. Тебе что-то не пробуем. Здесь получается рис с посолью. Курица, ножка, голень. А это, скорее всего, морковь. И вот здесь посыпано паприкой. Украшено сельдероном. А мне вот стей какой-то принесли. Бифштекс. А на десерт нам дали мороженое. Ну, классическое, которое там. Оно вкусное. И жареную папайю. Сладенько. Что за джуз? Джуз из гуавы. Гуава? Да. А как выглядит гуава? На что она похожа? Она такая, типа как киви. А по вкусу на что похоже? Сладкая. Сладкая. Классно сладкая. Как будет сладкое на английском? Суит. Все собрали? Чуть забыли. Да, вон. Как ужин? Вообще отличный. 10 из 10. Ну, я поел. Вот если бы так здесь было каждый день, цены бы этому месту не было. Если бы это было так доступно, чтобы прийти и покушать. А это надо очередь занимать чуть ли не в 6 утра за талончиком. И еще здесь прийти кушать ко времени. Но лучше синицей в руках, чем журавлём в небе. Поэтому хотя бы так покушали. А потом проголодаемся, пойдем в обычную столовую и поедим там, что останется. А я уже загорелый такой, видите? Вот загорелый. И вот так, вот все такие улыбаки здесь. Получается живая музыка прямо в лобе отеля. Я ж говорю, я тут только и бегаю. Мама, бежим туда. Бежим, бежим. Бежим, бежим. С бутылочкой воды. Бежим, бежим. Это марафончик. Солнечко. Пойдем провожать крайний закат на острове Куба. Вот. Мне понравился отдых. Я уже в сторисах говорил, что это значит для меня. А здесь на Кубе вот лучший пляж, где я был, на планете Земля, где я был. А был я, наверное, на десятках пляжей в разных странах. Лучший пляж. Здесь очень широкий, широкий пляж. Вода – это самое главное. Но продовольствие в городе, где мы живем, в целом на Кубе, крайне плохое. Вот. Поэтому, если вот выбирать между соотношением качества пляжа, океана и инфраструктуры, я выберу остров Кукет в Таилайне. Вот. А если выбирать между просто под пляжем и океаном, это Бородера на Кубе. Потому что этот пляж, мало того, что он входит в топ-20 лучших пляжей мира, признанный ЮНЕСКО. Поэтому мы покатались в нём. Мама Вова задовывается, что мы очень быстро ходим. А мы, получается, у нас марафончик, походу, да, намечались? Такой чёрный кабриолетик. Может, прожевать, что вы сзади. Влогеры! Да. Влогерс, да? Да. Ютрум? Да. Русские, русские. А, русские. Какой канал? Канал типичной ситуации на Ютубе. Типичной ситуации? Да. Передаём привет. Вот так вот. Внимание привлекаем. Мама побежала за солнцем. А мы, как обычно, не успели на закат. Почему не успели? Закат-то вот. Так это тучи загородили. Вызывает такси. Твой голос громче города. Днём без тебя так холодно. Ю-ю. Добрый вечер. Мы все разные взяли вещи. И рыбу, и курица, и всё там, чтобы он стейк. Впечатлена ужином. Ну да. Куба, любовь моя. Отдых мне понравился. Очень хочется ещё и ещё сюда возвращаться. Я очень всем довольна. Класс. Мне отдых очень понравился. Всё было шикарно. Океан – это самое лучшее место, мне кажется. Мне кажется, океан здесь лучше, чем где-либо. Для меня тоже всё шикарненько прошло. Я рад, что вынес маму за границу на море. И сам классно кайфанул. Мне понравилось. Я думаю, что на Кубу я вернусь 100%. Единственное, я не буду брать в отелях всё включено, потому что еда такое себе, лучше где-то кушать. Но вот этот вот океан – это просто нечто. Атлантик оусян, лайк ит. А вот там Майами находится, штат Флорида. В 190 километрах отсюда. Эй, привет! А вот там вот уже тучи набегают. Но тучи красивые. Не знаю, будет дождь, не будет. Попадём, не попадём. Мама купается. Райний день на море, на Атлантическом океане, на Кубе. Вот такая у нас красота, благодать. Я уже устал немножко отдыхать, хочу работать. Ты что, с ума сошь? Хочу в Питер. Хочу кушать вкусно. И вообще наслаждаюсь вот этой вот безграничной, безграничной красотой. И решётка, и вью, решётка. Не хочу в Питер. Тут так было по-домашнему. В последний день узнали, что можно брать, оказывается, эти мероприятия бесплатные. Прикольно. Вне ветра. Ветра нет, конечно. Половировать тогда. Будем пытаться поймать какой-то лиц. Как вас ощущения? Ощущения, конечно, безветренные. Ставим, может, в катамаран. Вещи собрали. Смотрите, пока. У нас ещё пару часов есть тут на времяопровождение. Пойдём тушить. Воду, одежду собрали. И пойдём поставать на ночь. Всё, мы в аэропорту. Создали багаж. Теперь стоим очередь на вылет, получается. Хотя бы есть кондиционер, не так жарко. Потому что до этого прилетели, был полный ужас. О, но даже нет этого очереди, потому что это на другой. Мы сразу вон туда идём. Иммиграционная проверка. Immigration check-in. Случилась такая ситуация, хорошо, что я посмотрел на билеты. Я же брал заранее на места все три у окна. Ну, когда лети из три у окна. И получается, мы уже подходим к паспортному контролю. Я такой смотрю на билеты, а у нас вообще другие места. Нас раскидали по разным рядам, типа, и местам. И ему, как же так? За что я платил 4 тысячи рублей? И нам поменяли всё назад билеты, и поэтому будем сидеть вместе. Потому что яйца-то надо с бутербродами вместе есть. Идём на посадочку. Да, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok